Правда хорошо, а счастье лучшим. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня муниципальный театр Самарская площадь, который как никто прочувствовал произведение Островского и поставил пьесу на своей сцене. Здравствуйте. Елена Остапенко, Евгений Борисович Дробышев. Привет еще раз. Хочется же сразу, конечно, от конца, что называется, как прошла премьера, как это вот все происходило, как было, потому что, когда рождается новый спектакль в театре, это праздник для всех, и для вашего зрителя, и для режиссеров, и для актеров, и для, я не знаю, декораторов, костюмеров. Это же большой театральный праздник. Евгений Борисович. Ну, приняли хорошо. Хорошо. Уже вот сейчас играли несколько раз, принимают хорошо, и даже приглашение сыграть в Новокуйбышевске говорит об этом. Ну, нормально приняли. Ну, вы довольны сами? Ну, у нас же свое там, свои взгляды. Вот я, например, зрителям не очень верю. Мне там что-то нравится, что-то не очень. Ну, нормально. Ну, спектакль-то живой же организм, да, и мы всегда говорим о том, что с каждым разом, с каждым спектаклем он набирает, набирает, да, то есть есть же вот этот сейчас процесс, каким образом сейчас происходит? Все добрали уже или еще как бы есть куда стремиться, Лен? Да, ну, мне кажется, это бесконечный процесс. Добрать все невозможно, никогда. Всегда найдутся какие-то еще точки, какие-то еще открытия. Поэтому Островский — это классика. Классика — это очень благодарный материал, который можно бесконечно, бесконечно просто еще что-то открывать в этом материале. Потом он настолько насущный на сегодняшний день. Классика тем и хороша, тем, что она актуальна, она актуальна. Ее можно вот, наверное, через века. Она вот идет с нами, идет, идет, идет. Там вопросы все сегодняшнего дня, вот про сегодня. Это все про сегодня, про сейчас. А спектакль, он живой, он будет расти, он будет набирать, он будет еще какими-то красками обрастать. Так что, я думаю, это все у нас впереди еще, все самое интересное. Мы только еще в начале пути. — Сколько спектаклей уже отыграно было, Геннадий, и немножко, наверное, к процессу репетиции, да, как происходили все эти репетиции, как это, трудно ли было, потому что классика, хоть он, как вот Лена правильно говорит, благодарный материал такой, но он и труден, да, тут нельзя схалтурить, нельзя соврать и нельзя прикрыться какой-то маской современности. — Да-да-да, это верно. Вот, кстати, действительно, в классике очень трудно прикрыться какими-то штучками, какими-то вот такими вот всякими, ну, скажем так, остроумными приспособлениями, еще чем-то, да. Ну, а репетиционный процесс, он всегда и радостен, и труден, потому что радостен тем, что ты вот только что-то для себя открываешь, и у тебя получается, труден тем, что когда не получается. У меня было-то достаточно сложно, вот нам с Леной было непросто. — Да. — У нас есть одна, есть центральная сцена, и она очень так написана, вроде бы, вроде бы, так вот, читаешь, вроде ничего сложного. — Ну, что тут сложно? А когда начали копать, Евгений Борисович, так действительно сложно, надо в короткое время убедить сидящих в зале зрителей, что действительно Мавра Тарасовна полностью зависима от Грозного. Вот как в этом убедить за очень короткое время, что это действительно чудо, что этот человек действительно имеет над ней безграничную власть? — Ну, власть словом, вот что интересно. — Власть слова. — Слово. — Как, раб, где брали вот эти все механизмы, которыми все-таки добиться такого результата? — А Евгений Борисович нас доводил до иступления. И у нас не было другого выхода. — Довериться и поэтий. — Как что-то делать и что-то искать, и чтобы этот процесс, который... Я вот, например, понимал, что не только однажды Евгений Борисович бросил такую фразу, я вижу, как ты стоишь и мучаешься. А я думаю, Евгений Борисович, а я вижу, как вы мучаете. И вот, чтобы это взаимное мучение побыстрее закончилось, надо было включать мозги, эмоции и как-то это все вот освоить, освоить этот материал. Вот этот кусочек очень важный, очень такой, где, собственно, вся предыстория-то рассказывается о том, почему потом вдруг так все замечательно заканчивается. Почему вдруг правда, которая в этом мире, в общем-то, очень редко торжествует, она вдруг восторжествовала, понимаете? — Вот как раз тоже хотела коснуться, потому что Островский, все мы его любим, и там такой, ну, так пишет человек, чтобы писал, простите, да, что каждое слово, оно же в точку, оно в нужное место попадает. Это абсолютное попадение. И само даже название, вот мы сейчас проговорили об актуальности, да, вот действительно сейчас в современном мире, а правда это хорошо, вот все-таки что лучше, это правда или счастье? То есть дается ли ответ на этот вопрос, и зритель ваш, который к вам приходит на этот спектакль, что он для себя потом, что у него остается, какая мысль? Все равно же есть какая-то философия. — Ну, мне кажется, что вот в этой последней строчке, вообще у Островского всегда такая финальная строчка, она как мораль такая выносится, правда, хорошо, а счастье лучше. Но в этой строчке, вот на мой взгляд, на сегодняшнее время, вот по сегодняшнему дню, здесь это палка о двух концах, это правда, вот на мой взгляд. Вот, но каждый выбирает, есть выбор у человека, каждый выбирает. И все равно я считаю, что все наши какие-то поступки, все наши действия, они обязательно приводят к определенному, закономерному такому финалу. Ну, мне кажется, что, наверное, вот в этой морали есть такая правда. — А может быть счастье без правды? Вот вы как актеры, как люди, которые проживают, да, чужие жизни каждый день? — По мне нет. Мне кажется, правда, это хорошо, но с ней тяжело жить, вот это тоже правда. Правда, это очень хорошо, но с ней тяжело жить. — Ну, видите, ну, правда ведь он, ну, Островский же, ну, мальчик, говорящий правду, ведь мучается. — Изгой он у них там, изгой. — Изгой. Это изгои в этом мире? Вот мне кажется, что все-таки вот как-то вот Островский именно вот мне так, я не знаю, может быть, вот у меня такая своя тайная мысль, что Островский как раз писал о том, что для того, чтобы это восторжествовало, справедливость и правда, действительно нужно чудо. — Философская глубокая мысль. — Чудо, потому что вот так вот. — Это, правда, хорошо, это комедия. В чистом ли виде это комедия в вариации театра «Самарская площадь» или все-таки не совсем, потому что наши классики, они напишут слово «комедия», а потом там начинаешь ковыряться, и там далеко вообще не комедия получается. — Ну, классики никогда не писали комедии в чистом виде, потому что и «Чайка» Чехова комедия, «Вишневый сад» комедия. — Плашные комедии. — Плашные комедии, да. — Плашные комедии, да. — По-русски. — Но... — Все весело. — Да, комедия, комедия, наверное, потому что, ну, просто в целом ситуации, много ситуаций забаванных. Может, потому что он на это так как-то смотрел, усмехаясь, но никогда не бывает, что вот одна сплошная комедия, там и лирики полно, и таких грызни такой, ну, и это хорошо, когда это объемно, когда там есть все. Но просто поревалирует комедия, в конце, по крайней мере, что вздох, все хорошо, все нормально. — Как, на ваш взгляд, для вашего зрителя сегодня, что, ну, не то, что важнее, да, а как бы зачем в первую очередь приходит зритель ваш? За каким-то расслаблением, за отдыхом, за философской мыслью? Зачем? Потому что всегда зритель что-то ищет. Вот на сегодняшний день можно ли сказать, что ищет ваш зритель? — Зритель разный. И большая часть зрителей, хотелось бы, конечно, чтобы они побольше приходили на классику, но так нигде не бывает. Зритель в основном, ну, большая часть, мне кажется, она ходит, им хочется смеяться, отдохнуть. Поэтому такой бешеной популярности у нас до сих пор пользуется роддом. Да, и у нас, и мы, открывая нашу сцену, мы знали уже это все, поэтому у нас минимум половина репертуара именно такая, что это именно такие, без всяких, это комедия, что приходите, отдыхайте, все. Но сейчас все больше появляется таких вот объемных. Они называются комедиями. «Вишневый сад», «Та же чайка», и тот же «Правда хорошо», и «Олигарх наш», и «Богатые невесты» вот скоро будем возобновлять. Это комедии, но это комедии другие. Они по многому. Они с многими пластами. Да, с другой стороны, конечно, мысли-то о какие. Вот попробуйте назвать все своими именами, все вещи своими именами. Я нет. Это все, это вообще, это что? Ну, а по сути-то ведь Островский-то, в общем, да? Он именно об этом и пишет. Об этом и пишет. Об этом. Вот хочется еще такой момент затронуть, что зачастую, ну, театр, когда создавая репертуар, подбирая спектакли, в театре все равно идет, да, вот этот вопрос, что что-то нужно делать коммерческое, чтобы, да, там, зритель бежал там деньги, чтобы зарабатывать, что-то нужно для себя, для души, что-то для того, чтобы ездить с этим на какие-то конкурсы, да, и там, ну, какие-то фестивали и так далее. Все равно так или иначе, правильно, эта работа выстраивается. Последнее время, вот, если я ничего не путаю, поправьте меня, если что, был Вишневый сад, который, да, 9 месяцев как ребеночек рождался в театре, теперь опять классика это Островский, то есть мы немножко переформатируем, у нас душа просит вот так, чтобы на злобу дня, а не на потребу. Можно я отвечу? Евгений Борисович сказал перед премьерой, я запомнила эти слова, перед премьерой, правда, хорошо, а счастье лучше, Евгений Борисович вышел к зрителю и говорит, вы знаете, очень долго мы после Вишневого сада думали, вот, как бы, что дальше брать, но вот после Чехова как-то переходить к более легкой драматургии очень сложно, и поэтому Евгений Борисович как-то остановился на Островском, потому что это тоже классика. Да, мы перебрали немало. Да, было прочитано много пьес, но опять остановились на классике, потому что все-таки, ну я говорю, классика это определенная планка такая. Мы попробовали репетировать легкую современную комедию, и вроде бы артисты так увлеклись, а я не смог, я просто не смог. После Чехова не смог, мне показалось, что они все там существуют от скуки. Ну, странно это, ну, странно, ну, как-то вот... А может себе режиссер вот сейчас в современном мире позволить себе, вот, вот не лежит душа? Вот это так бывает, да? Может, мне кажется, может. А почему нет? Может. Наверное, нет. Мне кажется, это все равно процесс сейчас. По крайней мере, те, которые театрами руководят, они все могут. Это вот моя радость такая. Это хорошо. Что, какие зрительские отзывы, да? Потому что всегда, мы же всегда мониторим, чего там потом в соцсетях пишут, да, и так далее. Это все равно всегда думаешь, нет, нет, не буду смотреть, а потом так или иначе открываем какие-то сети. Чего пишут? В целом довольны. Нет, пишут хорошо. Пишут очень хорошо. Но есть там всякие. Вот единственное, что я по поводу правды, да, правды, я что-то прочитал, что, ну, вот, немножко, вот, немножко затянут у них первые акции. Я что-то прочитал. Зрителю хочется стремительного, так сказать, развития событий. Он же все равно, вовлекаясь вот в эту игру, он хочет, как бы, ну, давай, 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 и чем же все это законно? Вот. А, не знаю, я не очень согласен. Мне кажется, нормально, темпо ритмически развивается. Нет, зрителю очень хорошо развивается. Зал, во всяком случае, вот сколько спектаклей, один какой-то был очень тревожный, не помню, не второй, третий, что ли, все-таки какой-то был тревожный. А так, прям, изумительно. Вот прям зал чувствуется, что он живет с нами. Он тревожный был, просто присутствовали определенные зрители, которые вот раздражались на звонки какие-то, на щелчки фотоаппаратов, они просто агрессивно как-то реагировали, поэтому была тревога некоторая и в зале, и на сцене. А так, нет, зритель очень хорошо развивается. А так, в общем, хорошо. Да. Такие мелкие зрители. Хорошо приняли. Говорю, классика принимается, хорошо принимается. Вот как раз, да, вот об этом к этому веду, что зритель, он же тоже меняется, да, и зритель, ну, как сказать, вот что театр ему дает, он к тому как-то вроде и то и нравится, да, то есть к этому мы как-то и адаптируемся, как зрители, да. И когда насыщаешься вот чем-то хорошим, вот я к тому, что дальше-то, да, к вопросу возвращаемся. Вот насытился вас зритель Вишневым садом, Островским, вот как вы считаете, дальше он примет, Евгений Борисович, потому что, ну, или все, у нас теперь театр Самарская площадь, только классикой будет заниматься. Так же не может быть? Так не может быть, конечно. Но мы стараемся, чтобы у нас все зритель принимал. Ну, у нас же, ну, тот же роддом, это же не только смех, да, мы же на самом деле увеличили численность населения города. Значит, кто-то что-то там для себя получает, открывает, и девчонки отказываются от абортов. Ну, потом, мне кажется, вот репертуар Самарской площади, он настолько разнообразный. Там есть все на всякого зрителя. Вот каждый может найти свою нишу, что ему нравится. Кто-то начинает вот с этих так называемых легких спектаклей. Они не легкие, там есть темы, очень острые темы в этих спектаклях. Потом начинают дальше двигаться, кто-то еще дальше. Проходит весь репертуар и говорят, а давайте еще что-нибудь. Они вместе с нами как-то поднимаются, поднимаются, поднимаются. И, наверное, вот важно в театре не идти на поводу у зрителя, то, что ему нравится, а давать ему другую пищу. И если этот зритель идет за нами, значит, мы вообще на верном пути. Надо туда, в эту сторону и двигаться. У нас, мне кажется, настолько он разнообразный. Вот каждый найдет по своему вкусу. Конечно, баланс качественной драматургии и зрительского интереса вещь сложная. Вот в идеале, конечно, должна быть талантливо написанная пьеса, которая нравится зрителям и которая, в общем-то, тоже, ну, такая легкое восприятие. А так бывает редко. Ну, вот, ну, бывает. А всегда ли легко это? И вот в данном случае, вот с Островским, мне кажется, это как раз тот самый случай. А роддом, вот, извините, Евгений Борисович, вот разве мы могли предполагать, что роддом, сколько, 10 лет мы его играем? 10 лет. 11. Или 11 уже. Вот будет иметь такой резонанс. Ну, правда, брали пьесу, мне кажется, даже никто не предполагал, что будет иметь такой резонанс. Даже не вот... А вот видите, как получилось. Предполагал. Нет, вот видите, Евгений Борисович, ненавиден. Да, да, да. Предполагал. Потому что я верю, я когда увидел просто, кто там, кто эти лица, я подумал, это гениально просто. На этот народ пойдет, и они будут вот очень рады. Нет, там просто очень великолепный драматургический ход, когда мать разговаривает с плодом, которому 40 лет, это надо придумать. Это сразу, это мгновенно, так сказать, ну, с ребенком, которому уже 40 лет, который уже, так сказать, там... Уже предвидится, наперед. Да, вот это, конечно, вот этот ход... Ребенок тоже за 11 лет подрос уже. Да, 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 с плодом. Так, Евгений Борисович, что дальше? Потому что я знаю, что у вас всегда какая-то уйма перед вами всяких различных пьес. Вы их читаете, вы их смотрите, выбираете. Где-то там ёкает, где-то не ёкает. Правильно же? Что-нибудь там ёкнуло уже? Потому что сейчас-то лето понятно, там другая будет история, будет немножечко потише. А осень же всё равно придёт. Вот у нас сейчас не тихо. Вот у нас сейчас Ирина Керученко, которая поставила кроткую у нас, это режиссёр из Москвы, сейчас полным ходом ставит Эдуарда де Филиппа, Филумена Мартурана. Филумена Мартурана. Да, полным ходом. Мало того, премьера будет в конце лета. В августе? В августе. То есть вы пораньше выходите, да? Обычно-то у нас театры с осени начинают, премьеры Мирады. Нет, в конце августа. В конце августа. 20 августа уже играем. Так что у нас это нормальный процесс. Так-так-так, и что там происходит? Я сразу оживилась, потому что... Женщина пытается обмануть мужчину. Так что мы откроемся премьерой. Это прекрасно. Да. Когда, давайте, да, проанонсируем для нашего зрителя, когда будут билеты уже, то есть уже сейчас ли можно на грядущую премьеру как-то там суетиться? Сейчас пока нет. Когда появится в конце июня появится афиша на август и сентябрь, там уже должна стоять вот эта премьера. Я теперь понимаю, почему Наталья Юрьевна Носова сказала, что она очень сейчас занята. Да. Я теперь поняла, чем она так сильно занята. Ждем с удовольствием. А Керученко дорожит каждой репетиции. Прямо как будто вопрос жизни. Ну, у приглашенного режиссера... Времени мало. Времени мало. Да. Сокращено. Ограничено время. Что еще летом планируется? Будет ли какой-то фестиваль, какая-то поездка, может быть, такая общая, театральная? Ну, уже само собой не будет, потому что сейчас дорого время, мы до 10 июля играем и идут репетиции. Потом ровно на месяц уходим и где-то с 10 августа возобновляются репетиции и вот идем к премьере. Да, там народ-то много. Что в отпуске планируете делать, друзья? Геннадий, что хотите на отпуск? Не знаю еще. Вот правда, не знаю. Ну, наверное, Волга, окрестности, Жигулевские горы. Дочь отправлю в Болгарию на сборы. Вот и все. Ну, съезжу куда-нибудь, может, в Саратов, может, еще. Ну, далеко не поеду никуда. Вообще отпуск хочется лет? Хочется. Хочется. Очень хочется. Сезон, когда заканчивается ближе к концу сезона, всегда уже силы как бы так на исходе. Но вот сейчас нам полегче, Геннадий Андреевич, потому что мы не заняты вот в этой постановке. Поэтому у нас такой воздух появился небольшой. А вообще, когда насыщенный сезон, то, конечно, отпуска уже ждешь, думаешь, когда же он придет? Ну, так быстро пролетает этот месяц, что он заканчивается. Если успеваешь так с друзьями повидаться, может быть, если куда-то выбраться, то это замечательно. Ну, вам же еще поездка вот предстоящая, вот буквально. Да, да, вот в июне у меня еще поездка будет. Да, да, да. Как раз поощрение от Самарской театральной вузы. Так что у меня будет вот такой выход в свет. Так что все хорошо. Слушайте, ну вы же сумасшедшие на самом деле люди. Вы три дня отдохнете вот это на Волге и так далее, а потом дайте мне поработать. Ну, не три, но через неделю точно чесаться везде начинает во всех местах. А что делать в таких ситуациях, когда вот театр в отпуске, все. Вот когда вы находитесь в отпуске, вы сами чего-нибудь делаете, что-то повторяете, может, или что-то читаете, новые пьесы какие-то, что-то сами ищете. Может, Евгению Борисовичу уже можно предложить потом что-то? Или мучаетесь, но отдыхаете? Ну, нет, ну, не совсем так. Ну, я вот, наверное, надо думать, правда, вот что-то не очень востребовано, но надо думать над тем, как дополнить программу Шухшина. Третьим рассказом. Правда, что-то никто, что-то наше общество шухшинское молчит. Ну, вы же действительно занимаетесь еще помимо театра, да, есть еще какие-то, ну, таланты околотеатральные, да, так сказать, Лена поет прекрасно, есть программы, да, я присутствовала когда с музыкальным оформлением и все, и на стихотворные эти вещи, это великолепно совершенно. Нельзя же из тренинга, да, себя каким-то образом вот вырывать? Все равно же у актера должен быть постоянный тренинг. Ну, тренинг есть, но я вот лукавить не буду, все равно даешь себе какую-то паузу определенную, это же на, как я говорю, это дело лично каждого артиста. Если ты хочешь держать себя в форме, то, конечно, ты что-то и почитываешь в отпуске, просматриваешь какие-то интересующие тебя вещи, может быть, фильмы какие-то новые, может быть, какие-то интервью, может быть, какие-то пьесы, прозу, стихи. Ну, в общем, каждый занимает свой вот этот вот орган, так называемый вот этот орган, он занимает по своей потребности. Если у него есть в этом потребности, он это занимает, если нету, то, может быть, просто отдыхает, плавает, купается, общается, это тоже определенная такая... Это же надо. Это очень надо, потому что профессия наша связана с тем, что мы отдаем энергию, нам ее надо как-то восстанавливать каким-то образом. Поэтому ничего человеческое нам не чуждо, абсолютно. Ну, я стараюсь, да, не сильно так расслабляться, все-таки как-то, чтобы работал вот этот орган наш, называемый, мозг, он чтобы все-таки так клеточки не совсем отключились. Геннадий Викторович, про Шукшина вернемся. А что? Что хотите еще дополнить? У вас программа есть. Ну, появилась такая мысль, что вроде как два рассказа, это вот маловато, а если будет третий, тогда можно из этого что-то придумать, что-то сделать. Ну, то есть по формату, по временному формату просто маловато. Они два хороших, качественных, нормальных рассказа, соединенных одной мыслью, такой общей, что вот, дескать, жили-были на свете два человека, петимисты, оптимисты, вечно спорили. Хороша жизнь или нет? Вот как, правда, хорошо, или все-таки жизнь-то хороша, или как, или все-таки она трудна? Жизнь-зло. Вот так вот. И вот на эту тему надо что-то придумать, вот третий. Но я никак не могу, вот я читаю, читаю, я очень люблю Шукшина, но вот как-то не могу пока придумать, что же, как же вот это все. Пока не ёкнуло? Да, пока не ёкнуло, вот никак что-то не ёкнуло. Вот два эти сразу ёкнули, верую и... Ну, вот, может быть, третий будет «Даешь сердце». Есть у него такой рассказ, да. Ждём тогда, да, Евгений Борисович, я думаю, что мы увидим в итоге, когда Евгений Андреевич всё подучит. Спасибо вам огромное, что пришли. Я вам желаю, и чтобы спектакль, правда, хорошо, а счастье лучше процветал, креп, обрастал красками, вот как Лена говорит. Вот, чтобы грядущая премьера, чтобы всё там было хорошо, чтобы состоялось, будем ждать. Спасибо ещё раз огромное. Провожаем вас и в отпуск грядущий, да, летний, который будет, и ждём в новом сезоне. Со зрителям прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова